Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радоваться, веселиться в Господе, всем желаю возрастать по внутреннему человеку в совершенный возраст Иисуса Христа, по Его пути, по Его образу, творя добрые дела любви ко всем людям нас окружающим. Отвернувшись себя, уповая на Бога, всеми ударами, какими Он нам подает, для Его славы, проповеди и собственного счастья, и счастья всего мироздания. Давайте помолимся, и я кое-что хочу рассказать, поговорить. Господь мой и живой Бог, любовь наш, Иисус Христос, слава Тебе! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Господи, я благодарю Тебя за все, за все, что Ты подаешь нам каждый день, все потребное для жизни, радости и уподобления Тебе в святости, любовью к ближнему. Добрыми делами ко всем людям нас окружающим. Слава Тебе! Господи, благослови эту трансляцию, устаговорящие уши всех слушающих и блаженные руки всех печатающих, где прославишься Ты, пришедшего плоти, две тысячи лет тому назад, Господь мой, и неизменный в слове Своем Бог наш. И да откроется помышление многих сердец, Господи, и узрит всякая плоть, слава и величие, любовь Твою в кресте Твоем, о воскресении Твоем, божество Твое, о вознесении Твоем, дар свободы, дарованной каждому от рождения и оставленной Тобой в вознесении Твоем, избирать добро и зло. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Господь и живой Бог, любовь наш Иисус Христос всегда посреди нас, братья и сестры. И вчера, и сегодня, и завтра, во веки веков. Тут решил прокатиться немного, ну и прогуляюсь, и поговорю с вами. Надо не только ездить, но и гулять. Я хотел поговорить, в принципе ролик будет тогда, плейлист у меня есть, знаете, там рождение свыше я сделал, возрастание, ну зачатие, рождение свыше, духовная жизнь и возраст совершенный. И вот сейчас я хочу такую тему затронуть, а можем ли мы знать, что нас ждет на суде каждого человека? Вы все знаете прекрасно, что Господь постоянно в Евангелии говорит, что каждый человек на земле, даже не христиане, будет судиться по своим делам. Ну и понятно, что, конечно же, Господь сам себя он судью никогда не называл Отца Небесного, более того, сказал полную противоположную вещь, что Отец не судит никого. И, конечно же, суд это будет неформальный, суд это будет не юридический, Господь не будет весь бумажками, вызывать свидетелей. На самом деле, все мы в крещении, особенно христиане, получаем Святого Духа, вы все это прекрасно знаете, ибо Господь не ложен в своих обетованиях. Все, кто слышит Слово Божье, Слово Христово, семечко это, тот человек, которого оно касается, его сердце, человек этот, конечно же, если пожелает, захочет, он покается. Когда человек кается, Господь, конечно же, как и обещал, спасает его лишь по этой вере, что Господь ничего ему не замстит ему за все его дела, и он поэтому идет к свету именно в надежде и поверит, что Иисус Христос это Бог, имя которому любовь. Человек кается во всех прежних своих делах, приходит к Господу и убеждается в этом, конечно же, потому что Господь в покаянии, в вере и в одном крещении, что ему дает? Ничего ему, во-первых, не воздает за его грехи, а очищает, омывает его полностью. Входит в него Духом Святым и дает ему дар Святого Духа, самого Святого Духа, самого себя, дар каждому грешнику, кающемуся. Естественно, ничего нечистое не обитает, и Господь не обитает, ну, вместе с чистым, и Господь не обитает там, где есть грех, где есть нечистота, ибо он сам об этом нам всегда говорил во всех писаниях от начала. И, конечно же, поэтому, вселяясь туда, он изгоняет всю нечистоту самого беса, даже если их там легион, и поселяется там этим семечком, то есть этим словом, который человек услышал. Да, человек может принять это семечко, человек может зачаться внутри. это образ, вы прекрасно знаете, семечко брошенного в землю, это образ фундамента, перед тем, как мы строим дом, мы углубляемся, то есть каемся, и кладем туда основание слова Христова, его жизни, учения. Этот образ Христос сам в себе явил нам, когда после крещения, приняв это семя, помните, голубь с неба сходил, это образ семечка, падающего в землю, это образ мужского семени, попадающего в женское лоно. И Господь, Дух Святой, ведет его в пустыню для искушения от дьявола. И вы помните притчу о семени, когда Господь рассказывал, что после посеянного семя сеятелем, первое семя крадет дьявола. Вот этот дьявол и может украсть это семечко, это веру, это символ веры, семечко, мы от него зачинаемся. И дьявол может украсть его, помните, как дьявол именно в пустыне, что он делал с Господом, он искушал его. А искушал его опять имени именно этим тремя смыслами веры всей, в сущности веры. Это вера, надежда и любовь. И он его сначала говорит, да, вера в Бога, как сущего Творца твоего Отца Небесного. Он говорит, да ты, если Сын Божий, ты сам сделай эти камни хлебаем. То есть опять понуждает его к той гордыне бесовской, адамовой, да, который сорвал плод, не послушав Господа. Христос это не делает. Он говорит, если Богу угодно, ну, под текстом, да, то Бог меня накормит. Поэтому не словом единым, не хлебом единым, а Богом я питаюсь. Богу си надо, Он мне все сделает. Второе искушение, это надежда, да. Правда, он лукавит, там искажает Писание, говорит, то есть ты так уповаешь, вера, надежда, второе, второе, как бы, суть жизни, суть христианства, суть каждого человека, жизни во Христе, это упование. Он говорит, ты так уповаешь, ну, иди, бросайся с края храма, Бог тебя, ангелов пошлет, они тебя понесут. Вот. У Христа, конечно же, было упование, ибо он и так в пустыне, сорок дней, там, не ест, не пьет, пребывается зверями, и разбойники в пустыне всегда ходят, и ничего, он уповает на Бог, Бог убережет, он говорит, а это все от лукавого, от тебя, ибо это уже ненужное искушение, я и так во Христе, да, ну, и третье, он ему говорит, вот тебе все царства, все богатства, типа, живи в свое удовольствие, ешь, пей, веселись, стань дыркой, стань эгоистом, не надо тебе никого любить, творить дела любви, ходить по земле, там, нести проповедь царства Божьего, больных исцелять, бесов изгонять, хлебом питать, вином поить, учить, нет, не надо тебе этого делать, а он говорит, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи, рождается свыше человек, никогда он услышал слово Христово, это символ зачатия, мы все это прекрасно знаем, а вот уже выход из пустыни, выход эмбриона из чрева женщины, выход, появление росточка из земли, который дал и корень, и росток выбился из земли, это вот символ рожденного внутри, духовного человека, хотите древо, хотите залитого фундамента для дома, да, и начало строительства дома над землей, это видимо, это человек, который победил лукаво в пустыне, в своих умах, потому что все вы прекрасно знаете, может быть вокруг себя таких людей видели, может быть сами такими были, что когда вы первое слышали Евангелие, потом в вашей жизни что-то к ней происходило, так, что-то услышали, ну да, там пару раз в капище схожу, в какое-нибудь ортодоксальное, пару раз на какое-нибудь собрание схожу, так раз в сто лет Библию открою, где-нибудь на серединке, пару стихов прочту из псалтыри, да, и вот так мы и живем, и то грешу, то не грешу, то люблю, то не люблю, на бог я вообще не уповаю, я и не знаю, что на него надо уповать, я живу своей жизнью, мудростью я питаюсь из книжечек, в больничку хожу, исцеляюсь, бесов изгонять я хожу к бабке-гадалке, когда мне ничего не помогает, вот, хлебушек я сам себе зарабатываю, веселюсь я сам как хочу, пошел, выпил, закусил, в кабаре сходил, да, с друзьями посидел, ешь, пей, веселись, вот вся моя жизнь, ну, это разве христики, конечно же, это вот и есть эти эмбрионы, это и есть те зачавшиеся, это можно умереть в очреве матери, это можно, так и вы знаете прекрасно, сколько семечек, то огородник сажает, далеко не все всходят, это тот дом, вы прекрасны, кто ездил по старым деревням, а может даже по новым, где-то в городе видели, когда люди начинают строительство, даже какие-нибудь бизнесмены, и порой на фундаменте все и заканчивается, там неважно какая причина, деньги у нее пропали, мы сейчас символы берем, вот это человек, а тот человек, который действительно решится жить по учению Иисуса Христа, следовать только за ним, как Христос сказал сатане, что он, выйдя из плутыни, будет только Господу Богу нашему поклоняться в духе истине, ему одному служить делами любви к ближнему, тогда человек рождается, и это рождение становится видно всем, Христос сразу просиял, как солнце, как свечка поставленная на горе, все видели его, он творил дела любви, такими огромными масштабами, он уповал всегда на Бога, абсолютно все он ему подавал, они голодали, они в пустыне умножились хлебы, в них не хватило вина радости, Бог сделал из воды вино, они страдали от бесов, Бог их изгонял, они болели, Бог их исцелял, они не знали истинного учения, Бог их учил, как власть имеющая его учение, не его, но пославшего его отца, самого сущего творца, о котором потом всеми своими знаменем будет нам доказывать, что он отец одно, он и есть этот сущий Бог воплоти, понять это невозможно, ибо Бог не познаваем, потому что если бы Бог был познаваем, мы бы были богами, но мы можем максимально всегда к нему приближаться, как дети всегда могут уподобляться своим родителям, стремиться стать похожими на них, вот что такое человек, вот что такое рожденный свыше христианин, но что же дальше, как узнать, что я потом, живу в неведении, на самом деле, человек умирающий, который не рассуждал о себе, конечно, он будет умирать в страхе и непонимании, что сейчас с ним случится, но вы помните, как Павел сказал, и как сам Господь, конечно же, говорил, Павел потом ему вторил в своих посланиях, будучи в откровении наученным самим Христом, что Бог один и тот же, и Дух Божий один и тот же, и в крещении, конечно, все принимают одного и того же Духа, но дары различны, и каждому Бог уделяет то, что ему полезно и потребно, и вот дары Божьи, конечно, распределяет Господь, потому что этими дарами можно себе навредить, а вот плоды у всех должны быть одни и те же, мы все должны прийти в совершенство веры и в совершенный возраст Христов, и вы помните, какие же эти плоды, Павел очень хорошо их собрал в одном месте, в послании к Галатам, в пятой главе, где говорит, что плод Духа, плоды Духа, любовь, радость, мир, вера, кротость, воздержание, долготерпение, милосердие, упование, ну и на самом деле все возможные добродетели, человеческие, Божьи, это и есть все плоды Духа, и вот эти плоды, то есть Дух-то один и тот же, Бог, человек, но человек прекрасен же по-разному, у человека прекрасный вид, у человека должен быть в теории прекрасный запах, у человека должно быть прекрасная кожа, у человека должны быть твердые кости, у человека все должно быть совершенно, красивый голос, великолепный слух, вот что такое, как мы красоту оценим по каким-то этим параметрам, так и внутренний человек имеет те же самые виды красоты, то есть любовь, это красота внутреннего человека, красота Бога, радость, благость, мирность, верность, по сути, это и есть тоже плод духа, долготерпение, воздержание, все это плоды одного и того же духа, это свойства, это красота Бога, красота человека. И мы всю свою жизнь, которую после рождения, ну я, конечно же, обращаюсь к тем, кто родились, ну или призываю родиться, пойти за Христом и начать потом жить во Христе, и, конечно же, человек должен себя судить, как и Господь сказал, по делам, ибо когда мы скинем эти животные одежды кожаные, которые Господь нас облег, и все мироздание в эту конечную смертную природу предельную, то все это откроется, и все наши добродетели, вот эти плоды духа, свойства души, красота души, все будет открыто, все будет явлено на нашей душе. Каким же образом должен жить христианин? Христианин должен всегда смотреть на себя, что такое дела, вот я сделал доброе дело любви, вот я улыбнулся, я порадовался, вот я мирен, вот я долготерпелив, по своим делам, на свои дела я смотрю, не как, конечно же, на сослуги, а как на зеркало моей души. Вы же прекрасно понимаете, если я не способен терпеть и не могу что-то вытерпеть, вот у меня там зубик заболел, значит, во мне, дух-то есть во мне. Конечно, до суда дух в тебе будет, если ты крестился, Бог тебе удал. Это древо жизни, которое в раю было символно нам обозначено Христос или Дух Святой, это древо жизни, но есть ли на нем плод долготерпения? Если я не терплю, значит, во мне нет, не раскрыт этот, не выращен этот плод, не раскрыт эта сторона человека, нет этого камешка в храме Божьем, ведь внутри дом лучше называть храм, три образа внутреннего человека, хотите дом, хотите растение, дерево, хотите, прям человек внутри нас растет, внутренний духовный человек. Хотите храм, я говорю, что из разного строим, из золота, из серебра, из драгоценных камней, как Павел говорит, и вот там любовь, это золото, радость, это серебро, мир, это драгоценные камни. Вот мы понимаем, что если я делаю доброе дело, ну а это дело любви, естественно, человеку, помог в чем-то, у меня золотой храм, да, если я радуюсь, христианин обязательно должен быть радостным, если я радуюсь, значит, во мне есть и серебряные вставочки, если я мирен, не гневаюсь ни на кого, значит, у меня есть драгоценные камни где-то там в этом доме, в этот храм Божий, конечно же, вселится Господь, обязательно, а как же, вселится. Хотите образ дерева, да, если я творю добрые дела к людям, значит, у меня есть на этом дереве плод любви, да, если я радуюсь жизни, несмотря даже на самое отчаяние, да, во мне есть этот плод, этого дерева жизни, да, если я мирствую, когда меня там поносит, злословит, да, во мне есть этот плод, да, меня хвалит, а я не возношусь, да, во мне есть плод кротости, ну, кротость сразу две добродетели себя включают, тщеславие, не тщеславие и не отчаяние, это есть кротость, она, по сути, в себя включает две эти вещи. Хотите человек, да, во мне есть добрые дела, я творю, значит, во мне есть любовь, значит, я красивый. Внутренний человек, внутренняя моя невеста, готовишься к брачному пиру с женихом, со Христом при втором пришествии, да, значит, я красивая. Во мне, я радуюсь жизни, да, во мне есть свойство духа радость, значит, я благоуханная, во мне есть прекрасный запах. Я мирствую душой, я не гневаюсь, когда там меня обижают, да, значит, у меня прекрасный стан, красивый, да, и прочее, прочее. Поэтому человек должен, можно сколько угодно о себе мнить, сидя на диване, понимаете, но когда откроется внутренний человек, все станет явно, все сокрыто, сразу станет явно. Поэтому человек обязательно должен о себе рассуждать по жизни, обязательно, если ты не можешь терпеть, значит, тебе нету этого плода. Внутри может вырасти, знаете, как есть где-то там в каких-то странах, огроменные дубы по 100 метров в высоту, понимаете, 100 метров, это 30-этажный дом. Есть где-то там в Индии, какие-то там их не объять, если на нем пожевать, нечего покушать. Господь еще, Ян Креститель сказал, потом Господь тоже самое говорил, такое дерево срубает и бросает в огонь. Ты ничто. Внутри это, значит, неродившийся вообще эмбрион, младенец, это дом, который не построен, понимаете, нет никакого в тебе храма Божьего. Храм Божий, потом все апостолы, все писания Нового Завета, послания, книга Деяния, нам будет об этом апостолы говорить. Они уже никогда не мнились, что существуют какие-то храмы внешние. Для них максимум один был храм, это храм в Иерусалиме, и тот разрушен, и все. Они никогда и не думали помышлять о каком-то кирпичном храме, где Господь живет. Для них храм с Киньей Божьей только одна, это человек, кто читает Писание, Новый Завет, тот это прекрасно знает. Вот, поэтому человек обязан себе рассуждать. Если вы хотите знать, кто у вас внутри, смотрите на свою жизнь, смотрите. Если ты радуешься, а радость проявляется в улыбке, радость проявляется в добром расположении духа к человеку, к приветливости, к гостеприимству. Это разделение радости. Твой друг купил Мерседес, не надо его форчмить, порадуйся с ним. Сорадование – это плод духа, радость. Никогда не гневайся, никогда не раздражайся, будь всегда мирен. Если ты будешь, значит в тебе пребывает это свойство, это красота, да, ты красив, да, в тебе есть этот плод. Да, Бог тебя не срубит. Да, это дворец, это драгоценные камни, мир там. Павел, помните, как говорит, каждого дела обнаружится. Павел, когда говорил, когда Господь говорил там о тем же самых домах, который построен на твердом основании и на песке, а Павел еще более раскрыл этот образ. И Господь сказал, что когда день тот обнаружится, да, что дом, который на песке, развалится, который на камне устоит. Павел еще прекраснее раскрыл этот образ храма. И просто дома, а храм, то что Бог живет в храме. Да, это мы, это храм мы, как он сам потом говорил. он как хорошо сказал проповедники они лишь сеют они лишь закладывают фундаментом все эти образы употреблял своих посланиях а ты гор человек ты смотри как ты строишь ибо каждого день тот день последний обнаружит кто строил из золота кто из серебра из драгоценных камней из дерева чем там горит из соломы и вообще из какой струхи до огонь все пожрет так золото наоборот очищается в огне твой дом еще прекраснее будет твой дворец те же самые алмазы там в печах как-то там сделаются вот то есть это всегда образы поэтому обязательно рассуждайте делать не в том что ты доброе дело сделав смысле там дары которые тебе даровал господь вот у тебя дар слова да и ты думаешь да я сегодня проповедь сказал о у меня там доброе дело наверху да не об этом господь говорил и я кстати кто меня может быть слышит и надо соблазняется я не об этом говорю не счет добрых дел там накапливается а судится человек по делам судится богат рассуждайте судите смотрите это за это в одном месте в евангелии там тоже господь говорит вы судите по плоти я не сужу никого и думать о вот или судите судем праведным и там все это в одном месте и начиная о нам судить можно да нет там господь в контексте то есть русская пословица встречайте поддержки вы смотрите по внешнему а я даже на грехи человека там то что в контексте он блудниться упрощает а я даже на грешника на грехе бог это видит сердце и знает помышление и каждое движение сердца и то я не сужу человек даже за его грехи а выгодь вообще по плоти судите что я не образованный что я в одном хитончике хожу простецком что я живу там где-то далеко в галилее евреи считали иудеи что кто-то близко к юрсалиму тот святой чем поближе к дому божьему тем я вот и святость моя этим все по внешнему оба скол господь говорил не судите по внешнему поэтому не в этом дело не смысле что-то дела щелкаешь как и фарисей давали десятину не из любви к человеку подавали а если то что закон просто повелевал надо отдать а бог меня еще благословит там же как в ветхом и сказано десятинку а бог тебя еще воздаст соточкой он еще больше в себе корысть только взращивала никакой любви не было вот нет понятно что ты творишь еще павел даже язычником писал что не хвалитесь делами да вот когда они начинали возноситься потому что гитвы все творения божьи созданы на добрые дела вы обязаны их творить иоанн богослов пишет то что вы познали любовь божий в том что иисус христос положил душу свою за нас и мы должны поступать также мы обязаны он говорит яков говорит вера без дел мертва твоя ты труп в тебе нет ничего внутри там мертвец когда тело твою одежду снимешь там никого не будет кроме трупака поэтому мы обязаны рассуждать мы не мы не должны ждать его и там потом откроется каждого ты сейчас рассуждай христос об этом всегда учил яков как я богословую если мы любим брата то дух божий пребывает в нас то есть мы если мы видим что мы любим проявляем дела любви и дела радости дела мира мы видим что да дух святой во мне есть то есть каждом христианине он просто может угасить по игры духа не угощайте духа не оскорбляйте духа не уничтожает все разные символы слова образа смысл один да он останется с тобой до последнего времени с ты крестился поверит и спасен то чище но если ты не будешь жить по своей вере если ты не дуб вырастет твоя вера вырастет дерево плодов там не будет бог срубит его срубит ты бесполезное существо на земле как-то господь потом в притчат рассказывал ян креститель коротко сказал господь притчу давал помните где садовник хозяин выходил одно дерево третий год там что там я не помню смоковница или что там не приносила плода хозяин говорил сруби ее выкинь на помойку чё на землю занимает ну садовник но это в образе христа тот хозяин как в образе отца небесного а садовник христос говорил господи ну пусть еще побудет еще год я еще навозиком обложу господь духом господь попускает нам по заботиться и пекется промыслом устраивать нашу жизнь чтобы мы пока есть чтобы мы дальше вразумлялись и жили по по христу поэтому обязательно судите себя каждый день по этим плодам как я живу если я творю добрые дела от чистого сердца потому что я всем должен любовью я понял это что бог каждый день мне дает все потребное и я подаю я люблю всех то что понял что все на земле от одной крови по плоти и от одной крови от одного семени по духу ну христиане я всех люблю своих особенно по духу по вере да как павел говорил но и всех на земле и мы все от одной крови и все создать все его творение все созданы на добрые дела павел обо всех там говорит то что именно к язычникам обращается некогда покаявшимися и пишет что у вас бог от начала на добрые дела создала бы все вы его творение он очень называет даже сынами хотя они уже в церкви вошли но на что вот так уничижить а то вырывает этот кусок где павел там писал не отдел чтобы не хвалиться до полы говорит что ты хвалишься ты создан ты обязан творить добрые дела бог благ и ты должен быть благим тебе нечем хвалиться до поэтому мы делами не хвалимся но мы рассуждаем мы богу подавляемся лет кто там внутри мы в свои дела в дневные всматриваемся и мы можем увидеть вот нам кажется тело я не вижу что там внутри ты можешь увидеть посмотри на свои дела посмотри на свой прожитый день и ты как в зеркале увидишь себя кто там и ты увидишь кто-то ты весь день на диване пролежал там нет ничего там разнузглая жирная уродливая тварь вот кто там внутри они невеста христова ты добрые дела делал слова дела говорил слова добрые может быть утешающие может быть ласковые может быть похваляющие разного рода дела были да в тебе есть плод любви в тебе есть эта красота этой невесты какой-то вид ее дав тебе есть этот драгоценности это это золото храма который основной да ты радуешься жизни тебе есть этот плод ты мирствуешь а не гневаешься раздражаешься и завидуешь дав тебе есть плод мира ты долго терпишь все на свете любые скорби да в тебе есть плод долготерпения ты не возносишься когда тебя хвалят да и своими добродетелями и не в отчаянии не впадаешь когда тебя поносит у тебя что-то не получается да в тебе есть плод кротости кротость в нем две добродетели в ней так скажем сокрыта да ты чувствуешь себя блаженным весь день провел как на небе да в тебе есть плод благости тебе ничего не надо ты радуешься одним словом божьим и людьми тебя окружающими любовью которую ты им даришь и которую дарят тебе но и не отчаиваешь если не дарит и так все да что-то ущемило ты воздерживаешь естественно творишь дары дела любви ты ограничиваешь свое время свои какие-то желания в себе ты отвергаешься себя да куда ты денешься в тебе надо будет воздержаться от чего-то вот тебе есть плод воздержания и так все 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 поэтому вот так вот обязательно надо себе рассуждать наши дела это зеркало нашего внутреннего человека это зеркало нашей души если мы хотим уже знать умирая кто там внутри и не бояться встретить своего жениха так надо подвязаться надо жить по своей вере ибо человек человек будет судиться вот по этим плодам духа дела веры плоды духа это слова одного и того же характера не счетчик там а то что внутри а а по внешним проявлением то себе суди а если сегодня кулак разжать не можешь я говорю ничего не делаешь никому жену свой не поцеловал ребенка избил напился слово христова выбросил за себя помните как псалме то конечно же понятно чё в тебе нет тебе но дух есть да ты крестился бог дал тебе этот дар дал даже тогда когда ты не заслуживал это заслуживал мщение и справедливого наказания за все свои преступления бог очистил тебя ничего тебе не сделал за этой более того дар дал дар подароком себя дал всего себя целиком виде духа святого и раскрывается в тебе теми дарами дарами для служения ближнего какие ты можешь понести может быть сразу какие-то дары даст много может быть нет может быть и только и будешь уметь кулинарить и в церкви только готовить может и так быть дары у всех различные бог не будет судить человека за дары тоже дары это божий как он за них будет судить это все отдастся это всех притч полно полно господь евангелие приводил это обязательно все эти притчи одинаковые господь говорил вот тебе один талант тебе два тебе пять вы помните как господь это делал и вы помните когда тот кто 5 на 5 приумножил едва на 2 господь не то что ведь 55 талантов и два таланта это же были божьи таланты то есть этот дары духа так тот кто приумножил господь не забрал даже свое он оставил это поэтому господь своим и называется он богослов как называет благодать на благодать бог тебе дал свое ты это приумножил по идее бог должен был забрать 5 оставить тебе твои 5 а бог тебе и свои еще 5 оставил когда ты приделки дал ты в тебя инвестировал чтоб ты отдал свою а сам разбогател а он тебе еще свое отдал тому кто 2 и на 2 умножил он его тоже оставил а тот кто один господь которому дал талант а он его не приумножил закопал в землю завернул в платочек господь сказал ты что сделал ничего отдай мне мое это не твое я дал тебе чтоб ты приумножил как вот купил так что ведь возьмите и выбросьте его вон он бесполезное существо он ничего мне не принес ничего более того он еще и этот еще отдал тому у кого 10 уже было вот что это символы поэтому духа святого который тебя дар давал господь в крещении не думай что ты спасен по вере да ты спасен господь спросит тебя в день он и ты что я тебе дал я тебе дал самый драгоценный что есть самого себя я тебя простил я тебя омыл целиком как последнюю какашку как багряная умыл убилил а ты что и дал тебе дар дар дал тебе дар и даже не дал тебе 5 со многих многим действительно господь один дает где еще один ты хоть себе один приобрел бы и остался бы жив и цел и здоров еще и с талантом хоть маленьким но богатством господь спросит с каждого если ты приумножить господь тебе оставит и свое а еще и навалит еще сверху потом не унесешь а если ты этого не приумножить господь заберет свое это вот образ поэтому обязательно размышлять о себе дела это зеркало внутреннего моего человека внутреннего человека если я не могу ничего потерпеть не надо себе фантазировать называется такое слово всем не нравится прелесть да только у конечно его всовут куда только не пропаде тебя который просто мыслит его уже прелестно называют нет прелесть это самомнение лезь себе вот не надо себе льстить если ты не можешь терпеть не надо думать что в тебе есть плод терпения от духа святого нет у тебя уродливый плод внутри у тебя уродливое дерево в нем нет на нем нет этого плода это же волшебное дерево сказочное на нем не только одни груши растут и груши яблоки и вишни сливы все сразу вот на тебе нет этого плода если ты дела любви не делаешь еще более того творишь зло да дух тебе есть но настолько угашен что его просто нет ты просто живешь благодаря ему бог все бытие присуще богу конечно же в тебе этого нету и когда в день он и ты предстанешь во второе пришествие иисуса христа тебе будет не прекрасная невеста благоуханная ослепительно с ярким взором с красивыми глазами прекрасным слухом и ушами и всеми прочими красотой как сейчас есть тело и души так и там будет а ты будешь уродливая жирная баба глупая кривая хромая и косая вот кто ты будешь уж тебе нет ничего это же все символы дай поэтому обязательно себе до суда надо размышлять и подвязаться в этом и в свои дела всматриваться не хвалиться и не не считать их да а по делам и себе рассуждать вот что значит когда господь что человек будет судиться по делам да то что дела слова это внешность как ты сейчас свои дела ты видишь они отображают твоей душе вот поэтому когда тело откроется просто это вообще будет все запечатлено потому что ты сейчас просто в делах видишь прям видишь свою душу как в зеркале поэтому не надо говорить что не знаешь что внутри тебя или всем рассказывать или сама умнить о себе что там что-то хорошее если ты если дела твои как господь и как яков говорил не свидетельствует о твоей вере о твоем духе и а его красоте и а его раскрыть их в этих виде плодах и виде красоты и виде этого храма прекрасного нет не надо себя обманывать поэтому вот по этим всем плодам духа оценивайте себя смотрите вот кто такой внутренний человек смотритесь в это зеркало ну почему-то когда просыпаемся каждый день зеркальце смотрим и с утра еще днем посмотрим и вечерком вот я вас братья и сестры родные христолюбцы призываю каждый день и каждый час и когда угодно вам господь на сердце умное кладет смотрите за собой смотрите за собой что вы делаете понуждайте себя к как господь сказал возделать и хранить возделать все это естественно ценить что господь вам взращивает вы вокруг пляшете цветочка убираете ухаживаете поливаете взращивает конечно же все бог меняет природу бог но эта тема другого ролика я запишу может быть вот следом ну в следующий раз но выставлю следом я хочу записать взращивает конечно все бог и мы себя и понуждаем надо по благодати на все это легко делать но мы понуждаем себя как вот ролики кто смотрел моя любви к врагам ты себя понуждаешь когда господь в тебе умоляются но это я следующем ролике расскажу почему хотя бы по жизни все это знаете бог саму жизнь придумал чтобы мы через внешне все познавали внутренние в общем-то детей своих воспитываем хотим чтобы они были почему-то закаляем цветочки но там другая тема вот поэтому понуждайте себя ко всем делам к делам любви к добрым делам иначе к радости чтобы не случилось радуйтесь всегда радуйтесь за все благодарите всегда мирствуйте чтобы там вас не разносило и внешне никогда этого не проявите если вы не проявите вы поймете что дух божий в вас вы по своим делам когда вы внутри все кипит но это идет борьба победите бог умоляется это я все ролик расскажу для чего не думайте что там духа нет и что и сатана вошел нет это бог умоляется чтобы зафиксировать чтобы укрепить это это эту красоту еще это свойство этого человека чтобы вырасти вот поэтому эти эти дела надо делать несмотря ни на что даже когда умоляешься внутри и рассуждать если это дело свершилось если не разгневался когда тебе в лицо плюнули если даже у тебя печалька все надоело все скучно ты радуешься просто радуешься как тупица улыбаешься в тебе дух да даже когда тебе плохо даже когда тебе плохо если ты терпишь когда тебе больно невозможно терпеть ничего терпит когда плохо терпит когда больно плод терпения долго терпение вырастить можно, взрастить Бог в тебя может только, когда ты будешь терпеть, когда ты будешь возделывать. Без труда не выловишь и рыбку. Исправда, Бог это сказал еще в раю Адаму. Обязательно. Ну что, вот так вот я хотел поговорить. Так что готовьтесь. Готовьтесь к дню оному, к дню последнему. Рассуждая всегда о себе. Рассуждая, готовясь к суду. Вот таким вот способом, каким я вам сейчас рассказал. По плодам Духа. Всматривайтесь в свои дела. Эти дела, ваша жизнь, отражение вашего внутреннего человека, вашего древа жизни внутри Духа Святого. Что на нем выросло, вырастил Господь, но по вашему труду. Ибо возделывать это роль человека, а Бога взращивать. Бог все, да, Творец природы и Податель всего. Но нам он заповедовал от начала трудиться. В Царство Божие усилием берется и понуждающие себя. Восхищают его. Понуждающиеся, трудящиеся, любящие, радующиеся. Господь, весь, все Евангелие исполнено повелительными глаголами. Вот. Ну вот так вот. Давайте поблагодарим нашего любящего, любящего Творца. Христианство, это радость. Это одно христианство уже делает счастливым человек. Одно познание истины, как Господь сказал, делает человека христианином, делает его свободным и счастливым. Освобождение от греха делает человек свободным и счастливым. А надежда, упование будущего всеобщего воскресения, где не будет ни скорби, ни печали, Господь отрет всякую слезу и всякую печаль, где уже волк будет с ягненком и где младенец будет за хвост змею дергать. Вот что будет здорово. И надежда и счастье этого упования тоже делает нас счастливыми. В общем, христианство, это сплошная благость, радость, мир. Ибо, как Павел в другом месте сказал, плод Духа во всякой праведности, благости и истине. Вот по этим тоже рассуждайте. Благостны вы ли, праведны ли вы и истины, вы истине ли вы стоите? Ну все, давайте помолимся и попрощаемся. Господь мой и живой Бог, любовь наш Иисус Христос, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, я благодарю Тебя за все, за эту трансляцию, за это слово, за всех, кто слушал этот ролик, за всех братьев и сестер, за всех любящих меня и учащих меня любви. Господи, все Твои благословения всегда на всех Твоих домочадцах, детях Божьих. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, я благодарю Тебя за все, за все на свете, за всю любовь Твою, за все, что Ты каждый день подаешь, все потребное для жизни, радости и уподобления Тебе в святости, любовью к ближнему, ко всем и каждому творениям, добрыми делами. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господь, живой Бог, любовь наш Иисус Христос, неизменный в своих мыслях, в Своем слове, в Своем воле, которая одна, чтобы все люди на земле были счастливы, ибо Он благ и только благое творит. И как все мы при крещении слышали, Он сказал, «Вы дети мои, ну, сын или дочь, и в нас Его благоволение, благая воля». Ну все, я с вами попрощаюсь. Все мои каналчики, адреса каналов у вас на экране. У меня есть канал «Беседа христолюбцев», «Христолюб». Там читаю Писание я. Подписывайтесь, смотрите ролики, какие вам интересны. Все мои контакты тоже у вас на экране. Стучитесь, добавляйтесь в друзья, давайте знакомиться, общаться во Христе желательно, то есть в любви. И я всем всегда рад, ибо мы церковь и должны быть едины. Посетите мой сайт «Христолюб», посмотрите там, что вам интересно. Ну все какие-то полезные ссылочки я тоже добавляю всегда справа. Кому понравился ролик, ставим лайк. Делитесь, с кем считаете нужным, кому понравилось, со всеми, кто может быть только ищет истину. Ну а кто-то может пытается разобраться в евангельской правде и ищет чистое, чистое словесное молоко, а не без примесей всяких ложных человеческих учений. Ну все, я вас всех нежно целую, крепко обнимаю. Пока-пока, до встречи в следующем ролике.